В выходные в Губкинском были насыщены спортивно-массовыми мероприятиями. Так, в спорткомплексе «Олимпийский» прошло ежегодное открытое первенство города по скалолазанию. Соревнования проходили два дня среди участников трёх возрастных категорий. Первыми были около ста ребят 2007 года рождения и младше. На первенстве спортсменам требовалось показать себя в двух дисциплинах – на скорость и трудность. Для многих это первое соревнование, очень важное, для дальнейшей спортивной карьеры. Проверить себя от того, чего они научились. Некоторые начали заниматься только в сентябре месяце, еще с малышей. Поэтому, соответственно, и трассы адаптированы под них. К соревнованиям младшая группа готовилась упорно. Многие родители пришли поддержать своих детей, ведь спортсмены волнуются. Когда я волнуюсь, папа говорил, что это хорошее чувство. И я волнуюсь, потому что вдруг я упаду и до конца не пролезу. Губкинские спортсмены – это будущее города, а в перспективе, возможно, и будущее России. Именно так, будущее России, назывались открытые соревнования по плаванию, в которых приняли участие более ста ребят из Муравленка, Ноябрьска, Надыма, Губкинского, поселков Пурпе и Пангоды. Поздравляю вас с победителем соревнований. Желаю вас с победителем удачи. Обязательно всем победителям. Как соревнования, мы не успеваем. Юным пловцам предстояло проплыть четыре дистанции – сто метров на спине, бутерфляем, брасом и сто метров вольным стилем. Очень волнительно. Я очень волнуюсь, чтобы приплыть первым и по времени быть первым. А так, думаю, все ребята хороши и выиграть лучше. Есть волнение, что можно кого-то быстро обогнать, а потом тебя обгоняют другие. Ну, чуть-чуть было сложно, а когда ты в конце не можешь, тебе сложно, тяжело. Также в выходные дни проводились ежегодные городские соревнования по военно-прикладному многоборью. Посвящены они памяти героя России Александра Доставалова. Здесь собрались, так сказать, элиты, школы, которые имеют высокий уровень физической подготовленности, потому что в армии должны служить солдаты только физически подготовленные. На многоборе ребята показали уровень физической подготовки. Выступали они в двух возрастных группах. Первая – это подростки 12-14 лет, вторая – юноши и девушки 15-17 лет. В каждой команде по пять человек. Участие девушки обязательно. Выполнить нужно было пять заданий. Это потягивание в 8-килограммовом бронежилете или потягивание с автоматом через плечо в зависимости от возраста участников, подъем корпуса из положения лежа, разборка-сборка автомата, снаряжение магазина АК-патронами, стрельба и теоретические задания. Мы занимались, готовились и разборку-сборку автомата тренировали, и подошли к этим соревнованиям серьезно. Серьезнее всего к соревнованиям подошли девушки. Важно не подвести команду и показать достойный результат. Для меня самое трудное, наверное, это разборка автомата и теория, а легкая, наверное, пресса и отжимания. Почему трудная разборка-сборка автомата? Ну, я боюсь запутаться, если сделаю что-то не так. Несмотря на то, что девушка волнуется и переживает, заданием Валерия справилась быстрее и лучше многих молодых людей. По итогам ежегодных городских соревнований по военно-прикладному многоборью победителем стала команда школы номер пять. Также свой уровень физической подготовки в эти выходные продемонстрировали каратисты на открытом первенстве детско-юношеской спортивной школы «Олимп» по восточно-боевому единоборству. Дисциплина «Седокан». Участниками стали более 30 человек из Ноябрьска, Муравленка, Губкинского и поселка Пангоды. Соревнования были посвящены Новому году и Рождеству. Соревнования – это прежде всего популяризация здорового образа жизни, то есть не сиди дома, занимайся каким-нибудь видом спорта, быть здоровым, сильным. Ну и отборочные соревнования, чтобы ребята хоть как-то встречались, общались, в том числе и в поединке. Данные соревнования являются отборочным этапом на первенство и чемпионат России, который пройдет в конце февраля в Москве. Это хорошая мотивация и, конечно же, большая ответственность. Выходишь на татами, бывают такие чувства, что ты все растерялся, забываешь все, что делать. Ну, страх. А что нужно делать в такие моменты? Собраться и постараться. Губкинские каратисты ежегодно выезжают на соревнования различного уровня. Месяц назад одна из воспитанниц приехала с чемпионата Европы. Санья Тризаханова заняла третье место в командном кумете среди девушек 18-20 лет. Помимо молодежи, в спортивных мероприятиях в выходные участвовали и руководители муниципальных промышленных частных предприятий, организаций, управлений и учреждений администрации города. 13 команд демонстрировали свою меткость и точность в соревнованиях по дартсу в зачет спартакиад руководителей. Это один из тех способов, когда можно руководителей многих предприятий нашего города увидеть вместе, пообщаться. Для участников было представлено четыре рабочих сектора. Расстояние до цели, как положено официальным правилам игры в дартс, 237 сантиметров. Каждому руководителю давалось по девять пробных бросков. Далее бросали в зачет. Дартс не требует ни много времени, ни больших затрат каких-то, значит, а просто желание. Команды показали себя уже в шести зачетных видах спартакиады. Это бильярд, пулевая стрельба, настольный теннис, шахматы и дартс. Последним завершающим видом будет соревнования по плаванию. Они состоятся 17 декабря. Елена Хиль, Денис Гонцов, Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова